На слова. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Евангелие от Иоанна 11.47. Во святой и великий вторник. Грудным младенцам подобны возлюбленные чадо церкви. Младенцам, которые каждый день питаются от материнской груди и каждый день не перестают стремиться к ней. А нас самих мы можем сравнить с бедной матерью, у которой от истощения голодом пропало молоко. И как бывает, что любящая мать, не имея молока, но тронутая плачем своего ребенка, дает ему свою грудь, не с тем, чтобы накормить ребенка, но только чтобы успокоить его. Так и мы, как видите, то же самое испытываем и подобным образом поступаем. Ведь и мы, видя это новое для нас собрание чад в церкви, окружающих нас и ожидающих от нас словесного молока, простираем к ним свое слово. Не с тем, чтобы напитать их, ведь мы бедны и неискусны в слове, но чтобы утолить их пыл и жажду. Идите же, возлюбленные, послушай известника солнца, чтобы видеть, какую лукавую засаду устроили для Господа Иудеи. Всеросхищенники-фарисеи собрали совет, говорит, что нам делать. Что делать? Об этом вещал нам сейчас евангелисиан. Хотя и не у стыку с там беседует он теперь с нами, но тем не менее духом он говорит в уши предстоящих. Собрали совет и говорили, хорошо, что собрали, но худо, что нам делать? Не на любовь, а на растрю, не к миру призывая, но к вразде возбуждая. Собрались они, собрались сон, не для того, чтобы прославить Бога, но чтобы обесчестить Христа. Собрались сон не с тем, чтобы утвердить веру, но чтобы камень краеугольный отвергнуть. Собрались сон не для того, чтобы заблудших овец собрать в ограду, но чтобы поразить пастыря и рассеять овец паства его. Собрались сон не с тем, чтобы с верой принять белоснежный жемчуг, но чтобы светозарный камень скрыть, как они рассчитывали во тьме своего неверия. Собрались сон не для того, чтобы скрытое в поле сокровище благоразумно извлечь, но чтобы храм Божий неразумно разрушить. Собрались сон не с тем, чтобы собрать сладкие пищи винограда, но чтобы вознести на древо крестное истинную лозу, самим себе приготовить гибель, а нам спасение. О, сон дьяволом, собранный против Христа! О, совещание исполненной злобы! О, собрание! Скорее волков кровожадных, чем людей богоносных! Да что я говорю лютых волков! Они хуже свирепых львов! Ведь львы, не видя от Даниила никакого знамения, но принимая его как обыкновенного человека, воздали ему почтение и сомкнули пред ним уста свои. А иудеи, бывшие очевидцами таких и стольких знамений, тем с большей завистью стремились к убийству и говорили, что нам делать? О, рассуждения, внушенные злобой! О, стинания и вопль, порожденные завистью! О, плачь и рыдания над злым замыслом! Сама Рахиля, плакившая час своих, так не стонала! Что нам делать? Им бы нужно было радоваться несчастных, установить всенародный праздник по поводу того, что мертвые воскресают, жизнь торжествует, смерть разрушается, дьявол посрамляется, полчища демонов рассеивается, человечество освобождается, воскресение мертвых всем возвещается, а их, наоборот, такие блага не радуют, но опечаливают. И виновников всех этих благ они совещаются убить. И что говорят? Что нам делать? Обратимся с покаянием и припадше к нему, уверуем. Вот единственное, что могли бы они сказать. Что иное в самом деле могли бы они сказать, как не это? Что нам делать? После того, как нарушили заповедь Божью, не сохранили закон Божий, данный нам и гласящий, пророка из братьев ваших, как меня, восставит вам Господь Бог. Его слушайте. Старозаконие 18.15. Во всем, что он заповедует вам. Но не покаяние они разумели, когда говорили, что нам делать. Нет, совсем другое. Что нам делать? Как умертвим этого праведника? Помрачился разум твой, Израиль. Разве не слышал ты заповеди? Неповинного и праведного не умерщляй. Исход 23.7. Или недостаточно тебе было уже пролитой крови пророков? Ведь до нынешнего дня вопиет она к Богу, ожидая от него возмездия. Но чтобы превзойти все соделанное, ты готовишься пролить святую и невинную кровь и говоришь, что нам делать. О, безумная мысль и совет безрассудный! Четверодневный мертвец у них ожил, узы греховные расторгнуты, а они замышляют против него коварство. Совсем не то следовало бы сказать им, что нам делать. Мы оскорбили святого, мы не верили в Сыну Божию. Что нам делать? Язвы прокаженных исцелило одним словом, и мы не уверовали в него. Что нам делать? Слепым от рождения отвердал он очи, и это нас не убедило. Что нам делать? Мы знали, что питью хлебами напитал он в пустыне пять тысяч, и не верили в него. Что нам делать? Расслабленного, лежащего на одре в течение тридцати восьми лет его жизни, одержимого болезни, своим словом он поставил на ноги, и мы не уверовали в него. Что нам делать? Мы видели его, ходящего по морю, как по суше, знали, что одним мановением руки утешает он ужасные волнения и порывы необузанных ветров, и все-таки оставались в своем неверии. Но они произносили эти слова, а что нам делать? Вовсе не в покаянном расположении, но изыскивая способ совершения злого дела. Земля без труда произвела их мертвых живыми, подобно спелым колосьям, а они спинали. Разве вы, иудеи, не пожали то, что посеяли? Разве кто-нибудь из вас, приняв Господа, был отягощен? Чем именно вы были отягощены, будучи наказаны? Какую несправедливость потерпели вы от Бога? Почему мертвых устраняете от жизни, смущаемой завистью? Почему вы стремитесь уничтожить неистекающие потоки сладкого источника, пьющие от которого не почувствовали бы боли и жажды? Зачем немощных ваших вы убиваете, собираясь погубить врача их? Впрочем, виновником всего этого была злейшая зависть. О, зависть, родительница убийства, изобретение дьявола, виновница смерти. О, зависть, не дающая жить и тем, на кого ты нападаешь, и еще больше наказывающая тех, которыми ты овладеваешь. О, зависть, сожительница дьявола! О, зависть, враг дружбы, противница мира, соперница любви! Порождение дьявола — цвет мрачной бездны. Кто тобой владеет, тот доходит до христоубийства. Ты и Адама в раю изначало уязвила, и, вкусившего сладких удовольствий, предала горчайшей смерти. Смерти ведь не было в мире, пока ты, зависть, ее не породила. Это засвидетельствовало и божественным словом гласящим. Бог смерти не сотворил, и не радуется о погибели живущих. Премудрость Соломона 1.13 Зависть и же дьявола смерть вошла в мир. 11.24.2 Ты и Каина лишила белой одежды братолюбия и вооружила его ножом коварства. Ты научила его убийству и точно же заставила несчастного трястись и дрожать. Ты, исцелившись с фараона, губила новорожденных детей еврейских безвременной смертью. О, зависть! И благодетельствуемая ты еще более расстаешь против своих благодетелей. Так именно Саул, пользуясь услугами Давида, на возбуждаемый тобой еще более вооружался на убийство. По твоему внушению, сыновья Иакова послали прекрасного Иосифа в головокружительный Египет и свободного продали, как раба. Не устрашили их его сны. Между тем, божественное видение указывало, что он образ Христа. Именно 11 звезд кланялись ему в видение. 11, потому что предатель Иуда удавился, послужив зависти. А мы, избежав зависти, этой родоначальницы смерти, воскресшей, будем прославлять Бога в Троице поклоняемого, потому что Ему подобает держава, честь, слава и великолепие, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.